Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги «Песнь, песни» Я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Это последняя глава книги, и она какая-то лишняя, странная. Все в седьмой очень-очень хорошо описание прекрасной любви двоих. Но двое существуют не в вакууме. Как бы мы ни относились, любовная поэзия, рассказ о Боге и любимой душе, о Боге и церкви, они существуют не в вакууме, есть что-то вокруг. И вот восьмая глава про то, как вокруг. Они уже встретились, они уже нашли друг друга, они уже вместе. А как окружающие на это посмотрят. Причем, смотрите, в этой книге я уже говорил, то, что до свадьбы, сама свадьба, то, что после свадьбы, как-то переплетено, не так, что вот до определенного момента они там встречаются, потом свадьба, а потом после. Здесь одновременно все эти истории их, но с точки зрения тех, кто рядом, тех, кто вовне их любви. Ах, был бы ты моим братом, что грудью матери моей вскорблен. Я бы целовала тебя на улице, встретив, и меня бы не презирали. Повела бы я тебя, привела бы домой к моей матери, что меня воспитала. Напоила бы пряным вином соком моих гранатов. Ну, понятно, очень простая история. Влюбленные стесняются толпы. Они не могут себе позволить нежности на глазах у посторонних людей, потому что будут презирать. Если бы они были брат и сестра, то поняли бы их по-другому, что это какие-то обычные семейные нежности. О чем это? Ну, вот, смотрите, еще о стыдливости любви. Вот, казалось бы, так много и так откровенно сказано в предыдущей главе, что комментировать даже не хочется. А здесь, получается, вот, поцелуй на людях неприличен. А если говорить о Боге, показная любовь к Богу неприлична. То, что потом в Новом Завете будет осуждаться, да, фарисейское лицемерие, когда на показ долг молятся, там, и все такое прочее. Вот, надо привести к себе домой. Там, где никто не видит, надо уединиться, и там это возможно. И оно тут же сбывается. Его левая рука под головой у меня, правая меня обнимает. Заклинаю вас, девушки Иерусалима, не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться. И тут же она обращается к девушкам. Уже это было, не будите, пока не захочет проснуться. А что ж такого-то? Вот, в нашем мире обычно подростки очень торопятся, и часто торопятся, не скажу, всегда разбудить любовь. Вот, скорее, пережить это, потому что, говорят, это так здорово. Мне тоже хочется. Она говорит, не будите всему свой час. То есть любовь — это одновременно что-то грозное, что-то опасное, что-то такое, что должно созреть. Если вы не готовы, не торопитесь. И те, видимо, ей отвечают, кто она из пустыни идущая, милого, взявшая под руку? Почему из пустыни? Ну, нет, конечно, если это Израиль, который вышел из Египта, или это церковь новозаветная, которая из пустыни, от гонений, я не знаю, из каких-то скитов идет, то все понятно. Но если это просто двое людей, при чем здесь пустыня? Смотрите, я думаю, что... Здесь много может быть объяснений, но я думаю, что пустыня — это состояние, в котором человек оказывается вне любви. Он там один. И вот когда его касается любовь, он берет другого человека под руку и приходит к людям из пустыни. И вот тут начинаются проблемы, потому что они могут очень косо на них посмотреть. Я под яблоней тебя будила, там, где мать тебя зачала, там, где зачала тебя матушка. Странно, почему именно там она его будила? Она пришла к самому истоку его жизни. Вот здесь эта любовь — это одновременно возвращение в его раннее детство, младенчество. Вот самый момент его даже не рождения, а зачатия. То есть она, по сути дела, говорит, я всю твою жизнь принимаю. Это если их видеть как двух влюбленных, юношу и девушку. Я возвращаюсь в твое раннее детство, я становлюсь частью твоей жизни от начала и до конца. Пусть даже встретились мы не так давно. Очень трудно это истолковать аллегорически, да, что мать зачала Бога в какой-то момент, и вот человеческая душа его будет. Но, наверное, не все надо аллегорически истолковывать. Вот где-то надо дать место буквальному самому прямому смыслу. А дальше, мне кажется, самые красивые слова этой книги. «Носи меня, словно печать у сердца, словно печать на запястье. Ведь люта любовь, как смерть, как шеол, ревность жестока. Огонь и пламя ее, словно рэшифы. Не погасят любовь воды бездны, потоки ее не зальют. Кто предложит все деньги свои за любовь, над тем посмеются и только». Есть израильская певица Уфрахаза, она эти слова поет на древнееврейском языке просто изумительно. «Носи меня, словно печать у сердца, словно печать на запястье». Печать в те времена — это документ, это паспорт, кредитка и все остальное. Человек запечатывал своей печатью все деловые документы. И, конечно, он ее носил где-то рядом с сердцем, как сегодня бумажник во внутреннем кармане носит. Или на запястье, на шнурке, чтобы не потерять. И это одновременно напоминает тофелин, который повязывали иудеи во время молитвы со словами из Писания. На руку повязывали, ну, правда, на лоб, а не на сердце, но тоже вот знаковое место. И это то, что мы не потеряем. «Ты всегда со мной, вот ты всегда висишь у меня на запястье, на шнурке, ты всегда рядом с моим сердцем». Ведь люта любовь, как смерть, как шеол ревность жестока. Вновь вот этот образ любви, как чего-то страшного, да, грозное, как полки со знаменами, армия со знаменами. А здесь еще и жестока ревность, как шеол. Шеол — это мир мертвых. И вот любовь, по сути дела, сильна, как смерть, или жестока, как смерть, потому что от нее не спрячешься. Вот такие Рэшефы не очень ясно, но, скорее всего, это некие такие божества или духи, которые в юзической мифологии встречаются. И они вредоносно, они обжигают. И вот ее огонь словно Рэшефы. Это что ж получается, что огонь любви словно какие-то демоны? Ну, вообще-то да. То есть это что-то, что не просто обжигает, что берет власть над человеком. Насколько она, кажется, опасна, эта любовь. И одновременно не погасит любовь воды бездны. Потоки ее не зальют. Вот этот самый огонь, ну, огонь можно залить большим количеством воды, но вот для этого огня никакой воды не хватит, мирового океана. И тут же, кто предложит все деньги свои за любовь, над тем посмеются и только. Ну, как же бывает, что торгуют любовью? Так не любовью торгуют, а утехами, которые имитируют любовь. А вот полюбить за деньги нельзя. Посмеются и только, такой высокий пафос. А вот дальше шутки, смех. Дальше прям комедийный эпизод. Смотрите, это же глава про то, как наши влюбленные ощущают себя среди других людей. Вот кто-то за деньги пытается купить, да, там богатый сватается к юной девушке. Или у кого-то там вызывают подозрение, что они встречаются на улице. Это кажется предосудительным. А бывает и совсем забавно. Мала еще наша сестра, еще нет груди у нее. Но что нам делать с сестрой, когда свататься к ней начнут? Если она крепостная стена, украсим ее серебряными зубцами. Если она ворота, обшивку кедровую сделаем. Большая семья. В семье есть девочка. И братья к ней так относятся, она, малышка, еще ничего не понимает. Похоже, ее скоро просватывают. А у нее еще и груди-то нет. Что делать? А, мы, наверное, украсим ее чем-то. То есть повесим на нее какие-то украшения, чтобы не был виден недостаток ее фигуры. Чтобы как бы все смотрелось прилично. Они заботятся вот об этом внешнем и считают ее совсем малышкой. Она отвечает, я стена крепостная, мои груди как башни. Оттого-то он предпочел заключить мир со мною. Вновь эта тема любви как борьбы, как войны. Ну вот, можно перевести по-другому. Буквально это потому я стал в его глазах, как нашедший мир. То есть можно это понять так, что он меня оценил. И теперь вот все хорошо у меня, все в порядке. А эта вот девочка отвечает, я уже не маленькая, я уже вполне взрослая девушка. Я вообще-то нашла уже себе. Вы говорите, когда ко мне придут свататься, за мной придут просватать меня. Так я уже заключила мир. Я уже вполне нашла себе того, чьей я буду. Слушайте, такая глубокая, серьезная песня. А тут какие-то анекдотические прям братья такие, недальновидные. А тут такая довольно дерзкая девица, которая заявляет о том, что она уже выросла, такой типичный подросток. Зачем здесь это? Может быть, чтобы немножко снизить пафос. Чтобы не было это прямо уж таким вот совсем-совсем светистым, сложным, вот высоким. Ну, бывает же и забавное что-то в любви. Помните, там было про маленьких лисят, которые портят виноградники, девушки поют. И это они, в общем-то, дразнят парней. Они говорят, ой, вы еще там мелочь пузатая. Вы там какие-то лисят, которые бегают, обкусывают виноградники. Мы на вас даже смотреть не хотим. Здесь то же самое, только наоборот. Здесь парни смотрят на свою сестру. Какое-то аллегорическое толкование. Ну, можно, конечно, придумать. Можно. Хотя к этому месту я бы особо не придумывал. Кроме того, что душа человеческая, если мы говорим о Боге и о душе, вот влюбленные наши, это Бог и душа, что душа человеческая, она может быть даже незаметна для окружающих. Порой для самого человека взрослеет и становится другой. Он воспринимает себя все как такого духовного малыша. Может быть, он уже давно дедушка-бабушка по жизни. Но вот себя все таким несмышленышем видит. А уже вполне его душа зрела. И нужно относиться к этому всерьез. И мир уже заключен. И не надо надеяться на старших братьев, которые куда-то просватывают, чего-то там с тобой делают. И ты даже не будешь думать ни о чем. Ты цена душа. Ну, или ты девушка-красавица. И ты сама разберешься, кого ты любишь. У Соломона был виноградник в Баалхамоне. Ну, это такое место географическое, ничего особенного. И мы даже не знаем, где это конкретно. Он поручил его стражам. За плоды его пусть платят по тысяче серебром. У меня есть свой виноградник. Получай, Соломон, свою тысячу винограды по две сотни. Что это вообще такое? Скорее всего, земельный участок Соломона, который он сдает в наем. Ну, и арендаторы должны выплатить владельцу Соломону гонорар. Или, как сказать, арендную плату. И заплатить за работу тем, кто на них трудится, виноградарем. И вот девушка говорит, братья-то ко мне относятся как к малявке несмышленой, а у меня такой виноградник. И такие с него доходы, что вам и не снились. Тысяча шикер — это довольно много. Это порядка десяти килограммов серебра. Вот сколько она зарабатывает этим виноградником. Ну, здесь, конечно, не о физическом заработке имеется. Идет речь. Не он имеется в виду, но скорее какое-то богатство. Вот этот цветущий виноградник, который уже был в этой книге. И он символ, ну, скорее, вот этого девичьего всего. Да, вот ее красоты, ее молодости, ее юности, ее желанности для своего любимого. И вот она говорит, смотрите, мой виноградник ценнее, чем царский. В начале книги было, что ее поставили стереичь виноградники, братья, кстати, да, которые тоже там ее не очень высоко ставили. Она его не устерегла. Ну, такая вот, да, растеряша, да, такая вот распустеха пошла и все прошляпила. Оборвали там лисяты или вороны, или там, не знаю, прохожие ее виноградники. А здесь она уже знает себе цену. Это еще и книга о взрослении. О взрослении или юной девушки, или о взрослении человеческой души. Читайте, как хотите. Можно и так, и так. Обитательница садов. Друзья внимают себе. Да и мне услышать твой голос. Говорит непонятно кто. Может быть, ее жених. Но вообще-то с женихом они уже вместе. Собственно, ее муж. И она отвечает. Беги прочь, мой милый, словно газель, как юный олень по благовонным горам. И на этом книга заканчивается. Какой-то очень странный конец. То есть, у них что, ничего не получилось? Она его прогнала? Он говорит, дай мне послушать твой голос. А она говорит, иди отсюда. Но она при этом обращается к нему очень ласково. Что это? Вот загадка. Может быть, такой намек, что все начинается сначала. Что это история отношений, которые повторяются, возобновляются. Что вот еще, и еще, и так, и эдак. И точка не ставится. Да, вот я уже несколько раз сказал, что в сказках таких все заканчивается свадьбой. В жизни в свадьбе все начинается. История отношений. Вот здесь, кажется, начинается история отношений. Вот нужно было пройти всю эту долгую книгу, чтобы прийти ровно к тому моменту, с которого начали. Что это не все навсегда. Что это что-то зыбкое, хрупкое, что существует здесь и сейчас. Что любовь – это история, которая повторяется каждый день. А может, и не повторится. Что любовь – это некоторое здание, которое строится долго и сложно. Что это сад, в котором нужно работать каждый день. Его иначе забьют сорняки, и урожая не будет. Мне кажется, это об этом. Но в конце концов, это просто сборник поэзии. И в конце поэзии очень хорошо простится с нашими героями. И вот она прощается со своим возлюбленным и говорит – беги. И он убегает. И мы остаемся с текстом прочитанной книги. И с вопросом к себе самим, а есть ли это в нашей жизни. Как не трактуя это, аллегорически или в физическом, или в прямом смысле. Есть ли у нас такая любовь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!